Просторная трёхкомнатная квартира – мечта. Супруги Макаровой и подумать не могли, что станут хозяевами такого дома. Раньше молодая семья с двумя маленькими детьми ютилась в однушке на 32 квадратных метрах. Недавно справили новоселье, торопились переехать. Своими силами ремонт сделали за месяц. Чувства были непередаваемые просто, потому что после однушки в трёшку такие шикарные, как говорится, апартаменты. Купить квартиру удалось с помощью господдержки, которую оказывают молодым семьям. Соцвыплата составила 860 тысяч рублей, плюс деньги от продажи старой квартиры и материнский капитал. Хватило на просторное жильё в новом районе Самары. Для детей раздолье радуется молодая мама, и для игрушек места хватило и есть где побегать. Они начинают отсюда с кухни, и вот в одной двери это у них как спортзал. Я очень довольна. Спасибо большое государству этой программе, что молодым семьям так очень сильно помогает, потому что это правда очень огромная помощь. Если бы не это, мы, конечно, трёшку никогда, наверное, пока не оселили бы в эти годы. Деньги на программу выделяют из областного бюджета. А теперь регион активно включился в федеральные программы и получит дополнительно почти 158 миллионов рублей, которые пойдут на субсидии. Молодые семьи без детей могут получить сумму, равную 30% от стоимости квартиры. Те же, у кого есть дети, не менее 35%. Самарская область уже лидер по количеству новосёлов. В непростых условиях нам удалось удержать набранные в прошлом году рекордные темпы в строительстве. И по итогам текущего года мы имеем здесь самый большой рост в ПФО. По количеству семей, получивших квартиры по программе «Жильё для российской семьи», мы третий год удерживаем первое место в стране. Кроме того, деньги с федеральной казны регион получил и на строительство новых школ и детских садов, а также на ремонт дорог. Во многом этому способствуют депутаты Госдумы, избранные в прошлом году от Самарской области. Марина Кравцова, Максим Гусев, События.